Сегодня в Черкесске очередная группа людей подписали контракт о прохождении военной службы. Им гарантирована высокая заработная плата, полный социальный пакет, льготы, а также дополнительные выплаты за особые достижения. Альбина Ламкова продолжит тему. Младший брат Аскерби Мамбетова служит по контракту на СВО с первых дней. Чтобы быть ближе к нему, он записался в добровольческие формирования. Вернувшись домой, решил подписать контракт. Я против всего этого, что она пытается нам навязать. Я отстаиваю тоже свои интересы, интересы своих семей, своей родины. Собираюсь оставаться до конца СВО. Брат там находится, он уже в Георгиевском кресте, там несколько медалей. У меня есть одна медаль за отвагу. Многие все чаще выбирают службу в армии по контракту. Ведь помимо различных льгот, профессия военного является почетной. Об этом рассказал офицер по тестированию военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту Вадим Скоморохов. Сегодня в воинскую часть мы отправляем 6 человек. Двое назначены в военную полицию, которая дислоцируется в городе Буденновск. Двое в резервный батальон, который дислоцируется в Владикавказе. И двое в город Севастополь, республика Крым. По прибытии в воинскую часть военнослужащие будут проходить первичную медицинскую подготовку, стрелкового боя и минирование-разминирование. Спустя неделю, максимум месяц при прохождении подготовительных курсов общевойсковой подготовки они направляются уже в зону проведения специальной военной операции. Там у них зарплата составляет от 210 тысяч в месяц и более. В зависимости от эффективности исполняемых задач и нагруженности подразделения. Все, кто подписывает контракт, выражают готовность присоединиться в это непростое время в действующие ряды Вооружённых сил России. Многие мотивированы службой своих товарищей. Но главное у всех патриотический настрой. Тем более люди видят, как поддерживает государство и республика участников СВО и их семьи. На сайте правительства есть информация полностью расписанная, какие финансовые льготы, какие социальные, федеральные, региональные. Все льготы указаны. При подписании контракта сроком на один год человек получает выплату 195 тысяч рублей, согласно указу президента Российской Федерации, и 400 тысяч рублей, согласно указу главы Карачаево-Черкесской республики. Эти деньги ему приходят в течение первой недели, когда он прибывает в воинскую часть. И также ему положено подъёмное пособие, которое там составляет в среднем 25 тысяч рублей. И если всё в целом суммировать, 620 тысяч в первый месяц он получает. Все желающие подписать контракт на военную службу проходят тщательный отбор. На первом этапе с ними беседуют психологи. Затем они проходят медицинское обследование. Если всё хорошо, то с ними заключают контракт. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести Карачаева, Черкесия.